Елизавета Ефремова привезла из Нижнего Новгорода массу впечатлений и новое увлечение. В Ульяновском поисковом клубе «Патриот» ученица 10 класса недавно. Слёт «Никто не забыт» в молодёжной столице России стал первым серьёзным испытанием. За четыре дня Елизавета с единомышленниками из команды оттачивала навык в области топографии, умение архивного поиска и оказание первой медицинской помощи. Там у нас были разные тесты, мы спасали людей, оказывали первую помощь. Также были направления по раскопкам, всякие викторины по истории. Эмоций было очень много, вообще много нового всего узнали, получили опыт, познакомились с другими ребятами из других городов. Завести новых друзей было несложно. На слёт приехали 220 молодых поисковиков. Это представители 14 команд из разных регионов Привожского федерального округа. Всех их объединяет любовь к выбранному ремеслу и жажда приключений. Для некоторых участников и вовсе поисковая деятельность переросла в семейную традицию. Я пришла в поиск благодаря моему брату, так сказать, преемственность поколений, потому что он тоже давно уже поисковик. И после первой экспедиции я поняла, что мне это нравится, и я хочу продолжать и делать очень хорошее дело. То есть возвращать бойцов домой. А изначально это была случайная ситуация, когда я хотела попробовать себя в этой сфере. Но поиск очень затягивает людей, и здесь собираются очень классные люди, которые горят общим делом. А потому слёт отпечатался в сердцах участников ярким воспоминанием. В этом заслуга и организаторов. В этом году впервые была организована общедоступная выставка по итогам прошедшего полевого сезона. Каждая команда представила свою экспозицию. Их разместили в Нижегородском Кремле. Оформление выставки – одно из испытаний, приготовленных для молодых поисковиков. Финальные результаты огласили на торжественной церемонии закрытия. Все победители и призёры отрядов ПФО награждены дипломами полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова и ценными подарками. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Управда. ТВ.